Россия отмечает 295-летие с начала угледобычи. В прошлом году в развитие отрасли было вложено более 70 миллиардов рублей. В планах этого года уже 90. Россия исторически является ведущей горнодобывающей страной мира, а угольная промышленность одной из главных отраслей отечественной экономики. Об этом на этой неделе говорил президент страны Владимир Путин. Огромные по объемам и разнообразию запасы полезных ископаемых, которыми обладает наша страна, исторически определили ее место как ведущей горнодобывающей страны мира. И одним из великих даров российской земли по праву считается уголь, запасов которого хватит более чем на 500 лет. Успехи отрасли напрямую влияют на обеспечение энергетической безопасности и укрепление суверенитета нашего государства. И все эти достижения результат напряженной, ответственной, если не сказать героической работы тысяч шахтеров, инженеров, технологов, управленческого персонала компаний. Результат поддержки правительства, руководителя регионов, где идет основная добыча угля. Ну а лица людей, каждый день отправляющихся на такую трудную и опасную работу, как горнодобывающее производство, вызывают уважение. Нередко в шахтах трудятся целые семьи, а опыт, знание и мастерство передается от отца к сыну из поколения в поколение. Каждый год в последнее воскресенье августа эти отважные люди отмечают свой профессиональный праздник – День шахтера. О развитии угольной промышленности Якутии и ее перспективах в следующем материале. Уголь – один из локомотивов экономики республики. Его добыча началась в республике с 1928 года Скобейского района. На знаменитой на весь союз Сангарской угольной шахте неизменно выполняли и перевыполняли планы пятилетки. Потом в развивающейся республике потребность в угле росла. Образовался трес-якутуголь. Был основан город Нерингри. Сегодня на долю угольной отрасли приходится более 8% объема промышленной продукции. А бюджет республики ежегодно получает порядка 2 миллиардов рублей налогов. В отрасли заняты более 6 тысяч человек. По добыче угля республика Саха-Якутия занимает первое место среди регионов Дальнего Востока. На долю республики приходится 41% добываемого угля на востоке страны. В 2016 году добыча составила 17 миллионов тонн. За три года рост составил 44%. Угледобывающие предприятия республики разделены на северную и южную группы. Также Вилюйские улосы обеспечивают небольшие разрезы в Сунтарском и Нюрбинском районах. Ежегодно республика потребляет порядка 2,5 миллионов тонн угля. Работа в шахте – это ежедневная проверка на прочность, пройти которую способны немногие. Алексей Аллилуев – машинист-экскаваторщик Якут-Угля. Алексей отмечает, что сегодня работа стала намного проще и удобнее. Все это благодаря современной технике. Комфортная кабина. Очень много для наших удобств. Это сделали здесь. Установлено штатно сразу холодильник, микроволновая печка, умывальник, стол для приема пищи. Можно разложить его в форму лавки, так скажем, если бывает необходимость людям, чтобы побольше места было сесть. В процессе копания удобная техника. Я уже привык. У меня нет ни дня, ни недели, потому что мы работаем по графику. Я уже, это самое, ну, у нас нет ни субботы, ни понедельника, ну, скажем так, уже, допустим, 18 лет работаю на разрезе. Я уже привык к этому графику, и мне удобно. Работа шахтера нелегкая. Нужны кадры выносливые, сильные, смелые. Ведь профессия шахтера несет в себе постоянную опасность. Молюсь перед сменой, после смены. Обязательно. Вот, ношу с собой вот такую вот штучку. Вот. Покровительница шахтеров. В шахте никогда нельзя терять бительность. Всегда надо, как бы, думать о какой-то опасности. И, ну, в основном мы идем в шахту с надеждой, допустим, с хорошими мыслями. Наши шахтеры обеспечивают углем не только республику, но и другие регионы России. Работа предприятий Юга в основном ориентирована на поставку угля за пределы республики, в том числе на экспорт в другие страны. Это почти три четверти добываемого угля. Из них порядка 8 миллионов тонн направляется на экспорт. Как раз сегодня, наверное, положительные тенденции пошли. Буквально с этого года и китайская сторона, и Корея, и Япония очень заинтересованы. Причем надо понимать, что якутские угли самые одни из лучших в мире, как высококачественные. Поэтому спрос огромный. И я надеюсь, что рынки будут только увеличиваться. Потенциальный запас угля в Якутии составляет порядка 880 миллиардов тонн. Поэтому руководство республики в том числе делает ставку на развитие угледобывающей промышленности. Конечно, уголь у нас исторически занимает свое достойное место в развитии экономики республики. Потому что промышленность всегда требовала в своем развитии такого источника тепла и энергии, как уголь. И Якутия очень богата запасами углей различных марок. Поэтому сегодня при таких сложных условиях формирование мирового рынка по углям, потребность в наших углях есть и будет. Сегодня запасы углей в республике, они несчастливо большие. В частности, речь идет о запасах бурых углей в Ковчагайске, где составляет несколько миллиардов тонн. Это речь идет о Зырянском районе углей, бассейне, который тоже около 5 миллиардов тонн запасов. Соответственно, сегодня очень большое значение имеет Эльгинское месторождение, вокруг которого сегодня находится 22 миллиарда тонн высококачественных углей. В совокупности в ближайшие годы мы нарастим добычу углей до 20 миллионов тонн в год. Это, конечно, очень большая база для развития и Южной Якутии, и в целом республике. С развитием угольной промышленности связано будущее. Ведь уголь – это не только деньги, а прежде всего тепло в каждом доме, благополучие каждой семьи. По всем прогнозам, еще многие десятилетия уголь будет оставаться в тройке главных источников энергии. И Россия, обладающая колоссальными запасами угля, несомненно, будет прочно удерживать здесь позиции лидера. Тем временем Росгеология проведет поисковые работы и оценит значимость и угленосность объектов в пределах Южно-Якутского угольного бассейна. Как сообщили в холдинге, площадь участка для исследований превышает 105 квадратных километров. Специалисты намерены изучить геологическое строение и структурные особенности, оценить угленосность территории, условия залегания строения угольных пластов, качество и технологические свойства углей. Завершить реализацию проекта планируется к 2019 году. Продолжение следует...